В студии программы «Деньги» Илья Савинов, эксперт рабочей группы «Общество и власть» регионального отделения ОНФ. Илья Леонидович, здравствуйте. Добрый день. ОНФ проводит серьезную работу в регионе с целью фактического предотвращения коррупции. И зачастую у вас это получается. На этот раз вопросы возникли к тарифам на электроэнергию, которые формируются в региональной службе по тарифам. Из-за чего появились вообще сомнения в начислении этого тарифа, в его формировании? Эти вопросы возникли из-за обращений граждан, из многочисленного. Из-за обращений представителей предпринимательства, а из-за обращений представителей промышленности. А на что они жалуются? То есть реально завышенный тариф? То есть высокий? Буквально недавно я встречался с представителем Балахнинского бумкомбината. И если говорить конкретно по нему, с его слов, что он мне объяснил, что с них требовали 70 миллионов в месяц за эксплуатацию линии электропередач длиной в 900 метров. То есть вот провод в 900 метров для них стоил 70 миллионов в месяц. Ну скорее всего это недоработка закона. Который пользуется энергетикой? Ну в том числе да, сетевики. А сетевики, да? Еще аграрии знаю к вам обращаясь. Один киловатт для аграриев стоил на момент обращения 7 рублей. Это конечно для них неприподъемно. Опять же мы можем судить с их слов для того, чтобы ответить конкретно на вопросы, почему именно так, а не иначе, и по закону ли это. Для этого собственно мы решили произвести общественную экспертизу. Что экспертиза показала? Она еще не показала. На самом деле только первый этап сейчас формирования. Мы составляем список необходимых для нас документов и информации аналитической. Данную аналитическую информацию и документы мы будем запрашивать в ближайшее время. А давай сначала разберемся, кто такие вообще сбытовики. Чем они занимаются? Фактически они перепродают электроэнергию. Исключительно перепродают электроэнергию. Больше ничем. Мне нужно 100 кВт такой-то электроэнергии. Я не могу обратиться напрямую к генерирующей компании и даже к сетевым. Я должен делать это через бюдовиков. Правильно я понимаю? Да. Сколько эта наценка составляет в Нижегородской области и как она коррелируется с соседними областями? Если говорить про нашу область, вообще про тариф, в целом, то у нас введено такое понятие соцнорма. Соцнорма 50 кВт. На самом деле данная норма также вызывает вопросы на сегодняшний момент. То есть почему рассчитали именно 50 кВт? Так как у нас имеется информация, что в других областях больше выделяется. До 150 кВт. До 150 кВт. Может быть мало, но это господдержка. Почему она здесь меньше, чем в других областях? Вот в чем вопрос. Но это вопрос скорее к правительству, к региональному, который формирует. К региональному правительству, к РСТ. К РСТ тоже, да? Это естественно. Это РСТ должно было утверждать эту соцнорму. Это и цену, и тарифы утверждает региональная служба по тарифам. А вот что входит в этот тариф? Из чего он формируется? Как он формируется? Если в целом схематично это разделить, не конкретно, а схематично, то есть формируется первая плата генератору, сетевику. Это кто доставляет электроэнергию из бытовой компании плата за бытовая надбавка. Так, по поводу с бытовой наценки. Что еще закладывается в эту сумму? Потому что я видел в ваших документах прописано, что это и расходы на содержание колл-центра, и расходы на обслуживание какого-то кредита, который они взяли туда. Хотя та же самая компания ТНС Энерго, я так понял, она безубыточная. Есть, опять же, расходы на управление этой компанией, филиалом компании из Москвы. Стороннего управления. И еще целые, какие еще там существуют, расскажите, кстати, там интересно. Вы видели документы, скорее, это ответ из прокуратуры. Да, да, да. Это именно та с бытовой надбавка, те затраты, которые оспаривает на сегодняшний момент прокуратура. А вы с ним согласны, вот с этими претензиями как бы? Вообще, мы согласны с тем, что это несправедливо. Перекладывать на плечи граждан, на плечи предприятий данные траты. То есть, ну, хочет компания там себе колл-центр. Не хочет она подписывать с дуками из ТСЖ. Ну, извините меня. Причем здесь там предприятие. Хотите, это внутренние ваши затраты. Тогда, ну, делайте это с прибыли. Хотите вы брать кредиты, когда годовой отчет смотришь у них, там порядка 3,9 миллиарда кредитов, а выручу компанию 400 миллионов чистая прибыль. Десять раз больше. Это большая закредитованность. Большая закредитованность, согласен. Соответственно, можно говорить о том, что предположительно это либо злоупотребление, скажем так, прорехами в законе, либо неэффективный менеджмент. Что тоже вполне возможно. Вполне возможно. Также известно, вот вы уже сказали, результат прокурорской проверки, но почему нет никакого судебного решения или что? На сегодняшний момент прокуратура вышла в суд. И суд идет, суд открытый, любой может посещать, пожалуйста, областной суд. Было уже назначено две экспертизы судебные по ходатайству региональной службы по тарифам, по ходатайству ТНС «Энерго». Первая экспертиза подтвердила правоту прокуратуры, правильность выводов прокуратуры. Повторная экспертиза, насколько мне известно, опровергла выводы прокуратуры. Хорошо. Ну и такой заключительный вопрос, чтобы, что называется, резюмировать. По итогам вот этой работы будут какие-то сделаны предложения, может быть, действительно по изменению законодательства? Обязательно. То есть есть уже какие-то предложения конкретные? Ну, сегодня нет. То есть первоначально можно говорить, что, конечно, нужно конкретизировать вообще само понятие необходимое валовое выручка, экономическое обоснование затрат, что является экономически обоснованными затратами, что экономически необоснованными затратами. То есть там, конечно, написано своеобразно в постановлении правительства. Но, тем не менее, и постановление правительства отсылает к налоговому кодексу, но, тем не менее, конкретного определения нет. То есть и по сути это усложняет общественный контроль в данной сфере. А на сегодняшний момент, в принципе, все и наш лидер Владимир Владимирович Путин пришли к мнению, что это очень эффективный инструмент контроля. Именно общественный контроль. Илья Леонидович, спасибо большое за вашу работу и спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok